Еще до начала Второй мировой войны Германия добилась больших успехов в ракетостроении. Новая власть страны рассматривала подобные разработки в первую очередь с позицией возможности применения их в качестве нового оружия. В годы войны немцам удалось создать и даже запускали ракеты ФАУ. Однако открытым остается вопрос о том, почему новое чудо-оружие так и не пустили в ход против Советского Союза. Ракеты ФАУ должны были стать очередным чудо-оружием, которое, по замыслу нацистов, должно было помочь Германии прийти к мировому господству. Справедливости ради следует отметить, что изделие ФАУ-2 действительно стало первой баллистической ракетой с дальним радиусом действия в военной истории человечества. Более того, немцы смогли применить ФАУ против Великобритании. Учитывая все это, возникает вопрос о том, почему же Германия не пустила в ход оружие возмездия против Советского Союза. На самом деле все предельно просто. На момент первого применения ФАУ-2 в годы Второй мировой войны, данная технология оставалась исключительно несовершенной. Потенциал у разработки был колоссальный, однако доводить чудо-оружие до ума в условиях войны на несколько фронтов нацисты не могли. В первую очередь на это не хватало ресурсов. Во вторую, времени. Первая баллистическая ракета имела множество недостатков. Стоило ФАУ-2 просто колоссальные деньги, почти 120 тысяч рейхсмарок. За эти же средства можно было заказать танк Тигр в лучшей комплектации. При этом ФАУ осталась исключительно ненадежной. Из почти 4200 запущенных в Германии ракет более половины или не взлетело, или взорвалось прямо на площадке. Кроме того, ракета обладала низкой точностью и легко отклонялась от заданной точки поражения на 5-10 километров. Все это делало применение ракет ФАУ абсолютно нерентабельным, особенно против Советского Союза. Дело в том, что боевые пуски начались только в 1944 году. При учете скорости продвижения Красной Армии по направлению к Берлину, подобные ракеты ничем не смогли бы помочь Вермахту. Субтитры создавал DimaTorzok